Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. На улице просто ужасная погода, но мы с вами сидим в теплоте с горячим чаечком и с вкусной едой. У нас макароны с сыром, причем макароны необычные, это цветные макароны, которые я пробую впервые. Посыпала сверху немножечко прям сыром, он прям расплавился. Посмотрите, обожаю вот эту вот прыгалку, можно делать прыгалку. Вот, для меня самая вкусная еда, ну одна из вкусных, это макароны с сыром и сосисочки, причем сосиски хорошие. Даже без сосисок это очень вкусно. Однажды я купила в магазине супер дешевые макароны, там что-то по скидке было. Представьте, три упаковки макарон стоили 50 рублей. Я такая обрадовалась, думаю, вау, вот эта цена, акция действительно. Купила, пришла домой, мамы не было, мама, по-моему, деревня была или что-то такое. Отварила, а они просто превратились в какую-то кашу. Потом мне мама объяснила, какие марки стоит брать, какие нет. Тут тоже, оказывается, разница есть. Но на вкус, если честно, цветные макароны такие же, как и обычные. Но смотрятся интересненько. И, кстати, стоят они дороже. Ну, чуток, там небольшая разница. Сегодня чисто буду отвечать на ваши вопросы. Ксюша, 287, задает вопрос. Алька, я постоянно ругаюсь со своими соседями, очень раздражают эти бабушки. Есть ли у тебя проблемы с соседями или были ли они? Я вам рассказывала про соседей, которые находятся прямо рядом с нами. То есть, один и тот же этаж, соседняя дверь, получается так. В общем, у нас с ними был конфликт. Я об этом вам рассказывала. Еще раз все это рассказывать не буду. Так, в общем и целом. С соседями я особо не общаюсь. Возможно, вы меня судите, вы считаете иначе, но мне проще не общаться. Например, я познакомлюсь. Я не знаю, какие это люди. Каких они взглядов на жизнь. Восприятие мира и воспитания. Впущу свой дом, начну общаться, а потом выяснится, что мы очень разные люди. И как сейчас теперь объяснить этому человеку, что мы разные. Например, в школе или на работе мы потихоньку узнаем человека. А соседы там немножко по-другому. То есть, чьи попивать, к ним ходить, они ко мне. Ну, не совсем это мое. То есть, я предпочитаю выбирать друзей, не соседей. Когда мы только переехали, я еще училась в школе. Мы живем в новостройке. Это в старых зданиях, все друг друга знают. А здесь вроде никто никого не знает. Хотя я сужу чисто по себе. Я никого не знаю. Но оказывается, есть куча людей, которых я не знаю, но они знают меня. Так маме однажды в лифте сказали, а что, у вас дочка замуж еще не вышла? А что, вы ее не выдаете замуж? И ты рыпыли такие дурацкие вопросы. А может, я не хочу? А может, меня никто не берет замуж? Что? Немножко глупый был вопрос. У нас в деревне раньше все ходили по гостям. То есть, даже вот обед, завтрак и ужин, к примеру, да, два соседки... Два соседки. Две соседки согласовали между собой, что, например, сегодня обед готовишь ты, а ужин готовлю я. Просто в больших порциях. Готовят и делят. Было очень удобно. Вот. Но я сейчас начала замечать, что люди меньше стали общаться между собой, каждый у себя дома. А все почему? Потому что возникают некие разногласия. Один наш сосед забрал у нас болгарку, а мы, то есть, не постоянно там находимся, в деревне. И потом, когда мы у него спрашивали, наша болгарка у тебя... Нет, я тебе отдавал. Я тебе клянусь, я тебе отдала. А потом, когда с папой, они просто сидели за рюмочкой, он такой говорит, Кстати, твоя болгарка-то у меня. То есть, я предпочитаю выбирать себе друзей. Это не то, что, знаете, например, в классе у меня тоже было такое, что ни с кем мне не хотелось дружить. Вот не было такого человека, такой девочки. И приходилось с кем-то общаться. Вообще, я считаю, что если ребенок не лазит со своими сверстниками, лучше перевести его в онлайн-школу. Это удобно, не надо никуда ходить. Сразу можно проверить оценки, но я вам об этом говорила уже. В общем, с соседями у меня нет никаких отношений, и я не планирую заводить знакомства. Во-первых, у меня нет времени. У меня есть друзья, с которыми я даже не успеваю пообщаться, попереписываться. Например, Шелли. У нас вообще прям графики не сходятся. Только иногда с ночевкой приходится к ней ходить. Она тоже вся в работе, я тоже вся в работе. Так получается, что наши работы никак не соприкасаются. На днях я предложила Шелле. Ну, естественно, с разрешением моего двоюродного брата, чтобы она тоже работала у нас. Так и больше зарабатывать будет, и мы рядом будем. И работа интересная. Ну, она, вы знаете, такой преданный человек. На мой взгляд, каждый работодатель мечтает иметь такого сотрудника, как Шелли. Она настолько понимающая. Она готова и в свой отпуск выйти на работу. Лишь бы у компании дела шли хорошо. Просто работник золотом. По-другому просто это не скажешь. Идеальная просто. Я говорю, у тебя отпуск, выходи в отпуск. Она такая, так а что я дома-то делать буду? Я говорю, отдохнешь, полежишь, посмотришь телевизор. И она сразу, а как они без меня? Ну как, как-нибудь. У тебя же отпуск. То есть, она просто идеальная в этом плане. Но это еще все не точно. посмотрим, как она будет. Ты уже делала прививку от коронавируса. Если да, то какие ощущения, как себя чувствуешь? Нет, ребят, я не делала. Ну, не из-за того, что я типа против этого всего и нет, нет, не хочу, нет. Просто, насколько я знаю, вакцину привозят в ограниченном количестве и в первую очередь вакцинируют врачей, девушек в супермаркетах, кто работает с постоянным потоком людей. В моем случае я сижу дома. Поэтому нет. Пока что не делала, но я не против, если честно. Куда все, туда и я. Надеюсь, что мы хотя бы в этом году избавимся от этого. Коронавирус уже надоел. Опять все закрывают. Мне по идее-то что? Мне без разницы. Я дома сижу, работаю, но жалко тех людей, которые работают в ресторанах, хозяев этих ресторанов. Сложно же. Уже больше года у нас нету свадеб. А те молодожены, которые хотят пожениться, как быть? Хотя я на самом деле не вижу ничего зазорного просто взять, пойти расписаться без вот этой всей мишуры. Моя бы воля, я бы себе сделала свадьбу на 150 человек. Нормально, хватит. Не собирать там тысячами. и нормально. Думали, что до лета что-то исправится ситуация. В общем, это длинная тема. Я не делала вакцину, но я не против ее сделать. джули59. Будешь ли когда-нибудь проводить именной гив? Не могу вам сказать сейчас, что будет дальше. То есть, возможно, сейчас я вам скажу нет. А пройдет какое-то время, я буду проводить. Просто меня немного раздражает, когда слишком часто проводят эти гивы. понятное дело, что блогеры от этого хорошо зарабатывают. Мне однажды предложили сделать именной гив. Я вроде думаю, круто. Я тогда даже не знала, что от этого еще и блогер зарабатывает. Я вроде как согласилась. Говорю, ну давайте дыры-пыры. Мне просто объяснили, что будут боксы. Боксы с косметикой. Победителей вы можете сами выбрать. То есть, будет честно, прозрачно. Но я, естественно, поверила. Вроде бы казалось, так оно и должно было бы быть. Но потом мне показали, что будет с топовым спонсоров. И каждый из них будет скидываться по 10 тысяч рублей. А это так на минуточку миллион делает. И там получается боксы 8 штук с бюджетной косметикой. Я просто так раскинула мозгами. И я поняла, что меня просто хотят обмануть. Еще плюс мне предложили самой искать спонсоров. Постоянно в своих историях говорить о том, что спонсоры, если вам нужна активная аудитория, подписчики, пишите мне. В общем, раскинула я мозгами, я поняла, что меня просто хотят одурить. Я написала, что нет, я не собираюсь. если бы хотя бы в этих коробках была бы люксовая косметика, я им так и сказала. То есть можно же взять и положить туда, например, хорошую косметику, а не какой-то Maybelline Revolution. Но понятное дело, что блогеры на этом очень хорошо навариваются. Так как я небольшой блогер, меня просто хотели обмануть. Это, кстати, как раз таки активия без добавления сахара. маракуйя и еще что-то. Манго и маракуйя. Вкусно, но не вау. Здесь прям кусочки фруктов. Я была подписана на одну участницу, экс-участницу, даже экс-ведущую Дома 2. Она и участница, и ведущая когда-то была. Я как раз таки от нее отписалась, потому что мне надоели эти гивы. У нее подряд уже какой-то седьмой гив. Понятное дело, что она ушла с работы. Деньги нужны, я это все, конечно, понимаю. То есть из Дома 2 там она ушла, как ведущая уже не работает. но просто раздражает. Иногда редко какой-то гив я приветствую, но на постоянной основе бесит. Возможно, когда-нибудь у меня тоже будет гив, но никогда 10 гивов подряд каждую неделю новый гив такого не будет. гив. Гивов гивов кит-кат обалденная я наелась, наелась дос, это было очень вкусно обожаю эти тарелочки, не смотрятся обалденно на этом все, мои хорошие, всех люблю, целую обязательно ставьте лайки, если не сложно подписывайтесь всем, пока!